МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Владимировна, с какого времени в Магадане стартовала прививочная кампания? Правильно уже сказали, с прошлого понедельника, со 2 сентября в Магадане, ну и в целом в России уже стартовала прививочная кампания. Кому, кто вообще определяет сроки начала проведения этой прививочной кампании? Ну, сначала где-то летом издается постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации о проведении прививочной кампании. Сроки ее определяются Минздравом и поставками вакцины на территорию каждого субъекта. А кому вакцинация проводится в первую очередь? И почему именно этим категориям граждан? Ну, у нас существует национальный календарь профилактических прививок, наверное, знаете тоже, который определяется приказом Министерства здравоохранения. И лица, которые наиболее подвержены риску заболевания и осложнениям после перенесенного заболевания, вот они в первую очередь и прививаются. Это ребятишки с 6-месячного возраста, ну и далее детский сад, школа, студенты, далее взрослые определенные контингенты, те, кто наиболее чаще встречается с другими людьми, естественно, в первую очередь медицинские работники, ну, далее работники образовательной сферы деятельности, все тоже и школы, и детских садов, и институтов, и средних специальных учебных заведений. И другие контингенты, это, например, коммунальные сферы, транспорта, торговли, ну и далее лица, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, ну и лица старше 60 лет, беременные женщины, вот эти контингенты в первую очередь должны привиться против гриппа. А существуют ли противопоказания для того, чтобы не делать эту прививку? Ну, конечно, противопоказания есть как временные, так и постоянные. Временные противопоказания, ну, какое-то острое состояние человека, заболевание, острое или обострение хроническое. Ну, при нормализации ситуации, конечно, человек пойдет и привьется. А постоянные противопоказания, это вакцина, о которой мы с вами говорим, в основном вся вакцина противогриппозная, Она готовится на эмбрионах куриного белка, поэтому те лица, которые страдают аллергией на куриный белок, противопоказания. Ну и плюс, если была реакция на предыдущую прививку, это тоже является противопоказанием. А какие же там гриппа прогнозируются в этом году? Да, по рекомендации ВОЗ в марте, где-то в конце марта текущего года ВОЗ выпустила рекомендации, уже проанализировав развитие подъема заболеваемости гриппом на другом полушарии. Вот на северном полушарии прогнозировано изменение, видоизменение штамма гриппа А, это как H1N1, так и H2N3. И по рекомендации ВОЗ указано, что в отношении гриппа Б особых изменений не планируется. И вот с учетом изменений была сделана вакцина, которой мы сейчас с вами будем прививаться. И что это за вакцина? Это вакцина СОВИГрипп поступила на территорию, она произведена в августе. Это наша российская вакцина в августе текущего года произведена. И два штамма вакцина, по рекомендации ВОЗ гриппа, они вошли в ее состав. Это H1N1 Бресбори, Бресборн, вот вы если читали, видели, и Канзас. Это уже другой штамм гриппа. Почему вакцина содержит консервант? Ну, вакцина не вся содержит консервант. Но с ОВИГрипп есть? Есть с консервантами, есть без консерванта. Вакцина для взрослых, она идет с консервантом. Это вообще консервант добавляется в многодозовые вакцины, потому что он обеспечивает стерильность вакцины в многодозовых флаконах. А если идет вакцина однодозовая, как, например, у нас детки, прививаются беременные женщины с ОВИГриппом, это однодозовая вакцина, она без консерванта идет. Но в той и в другой вакцине у нас содержится иммуномодулятор. Платные вакцины существуют на территории Магаданской области? Существуют, но пока еще вакцина не закуплена. Где-то попозже, она будет где-то к концу сентября. Ожидают уже, ну, у нас есть определенные организации, которые занимаются закупкой вакцины. Ну, наверное, все знают, где приобретать эту вакцину. Ну, пока практически любой желающий человек, я вам назвала, большой когорту лиц, которые подлежат иммунизации, ну, это практически все, все население. Вакцинация вот для этих категорий граждан проводится бесплатно и во всех поликлиниках города. А вообще существует ли разница между платной вакциной и бесплатной? Да нет, конечно, никакой разницы нет. Единственное, что я вам уже назвала, контингенты, да, населения, которые подлежат вакцинации. Если вдруг контингенты, которые не входят в перечисленный нам с вами перечень, захотят привиться, они могут организовать платные прививки. Ну, вот, как правило, это полиметаллы или вот горнорудные компании. Вот их работники, как правило, прививаются. Для работников это бесплатно, а это руководители вот закупают такую вакцину. То есть, вы сейчас сказали о том, что предприятия, как правило, занимаются, большие предприятия, организация платных вакцин для своих сотрудников. А если сам человек захотел привиться, сделать платную прививку, он может выбрать, что нет, я не хочу прививаться с авигриппом, мне дайте, пожалуйста, например, инфлювак. Ну, во-первых, инфлювак это та же инактивированная вакцина против гриппа, а также на курином белке, то есть, как бы, большой разницы-то нет. А во-вторых, ну, это первое, да, то есть, отличия нет. А второе, это же для того, чтобы привиться этой вакциной, она должна быть на территории, а какую вакцину закупят платно, никто пока не знает. Нужно ли как-то заранее готовиться к прививке? Ну, да, мы с вами уже говорили, что есть временные противопоказания. То есть, если человек переболел или находится в остром состоянии заболевания, конечно, на фоне ненормализации состояния пока прививочки не проводятся. А так, деткам в обязательном порядке при осмотре до начала прививочки измерение температуры тела проводится, горлышко смотрится взрослым по показаниям. Обязательно опрос проводится того человека, который будет получать прививку. И если он находится в состоянии, так сказать, полного здоровья, его ничего не беспокоит, у него отсутствуют противопоказания постоянно, о которых мы с вами выше говорили, человек может привиться. А если человек отказывается от проведения прививки, вот вы считаете, он делает это от незнания или еще какие-то другие факторы на это влияют? Если у человека нет противопоказания постоянно, то, конечно, скорее всего, от незнания и от нагнетения страха от вакцинации, которые, как правило, почему-то в средствах массовой информации появляются в период массовой иммунизации. Ну, всегда говорю о том, что есть такой 157-й федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, где статья 5 этого закона, первый пункт говорит о том, что человек имеет право как привиться, так и отказаться, да, это право гражданина. Но второй пункт этой статьи говорит о том, что есть определенные контингенты граждан, которые не могут отказаться от прививок. Это если касается взрослого контингента. Они работают в таких специальностях, перечень которой установлен постановлением правительства Российской Федерации, и он требует обязательного проведения прививок. Если человек не хочет прививаться на фоне здоровья, имеется в виду, у него нет противопоказаний, ну, он просто не должен работать в этих специальностях и все. Почему массовая иммунизация, вакцинация населения против гриппа совпадает с общим подъемом заболеваемости в регионе, в области, в стране? Ну, у вас не совсем верная информация, потому что на сегодня у нас на 49% ниже эпидемического порога заболеваемости ОРВИ, вот уровень нашей заболеваемости в городе, то есть на 50% практически мы ниже, чем эпид-порог. То есть на сегодня у нас самая пока благоприятная ситуация для проведения иммунизации. Именно поэтому она начинается с начала сентября. Пока еще не так холодно, и еще массово люди не болеют ОРВИ. Ну, раз уж заговорили об ОРВИ, понятно, что это не за горами подъем порога заболеваемости. Как себя уберечь? Что нужно делать? Ну, острые респираторные вирусные инфекции – это, конечно, не грипп, потому что у нас только против гриппа существует специфическая профилактика вакцинации, о чем мы с вами говорили. Против ОРВИ, конечно, вакцинации нет. Их более 200 видов, ну, просто невозможно создать такую вакцину, которая была бы универсальна, 200 видов возбудителей. Ну, как? Первое – это одеваться по погоде. Посмотрите, да, вот какая температура за окном, и так одеваться, да. Второе, конечно, это общее укрепление организма. Ну, это надо не прямо сегодня начинать, потому что завтра похолодает, и ОРВИ, да, начнется. Конечно, это надо постепенно, постоянный процесс. Это определенное питание, то есть надо витаминчики употреблять, пищу, богатую витаминами употреблять. Ну, и проветривать как можно, если уже касается жилья или места работы, как можно чаще проветривать помещение. Ну, вот, а уже если будет подъем заболеваемости, тогда можно применять для защиты противовирусные препараты, также витамины, иммуномодуляторы для поднятия защитных сил организма, соблюдать правила личной гигиены. Часто, еще раз повторяю, проветривать помещение и не забывать мыть руки, потому что помимо воздушно-капельного пути передачи не исключен путь передачи через предметы обихода. Руки мыть постоянно. Противовирусные препараты, которые так широко идут, их реклама просто колоссальна. Вот как вы относитесь к этому? За, против? Я, да, я отношусь положительно к применению противовирусных препаратов. И в период подъема заболеваемости, если вокруг меня есть люди, которые болеют, чихают, я сама принимаю всегда противовирусные препараты. Они действительно помогают. Как только каждый должен посоветоваться с медицинским работником, для того, чтобы подобрать для себя лучший препарат и его дозировку. Привыкание от длительного приема противовирусного препарата возможно или нет? Не зарегистрировано, по крайней мере. В случае не зарегистрировано? Ну, в нашем окружении оно не зарегистрировано. На мировом уровне я вам не могу сказать. Мы были в гостях у начальника отдела охраны здоровья мэрии Магадана Корчинская Ольги Владимировны. Это разговор по существу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин